Кроме буренок на этой ферме не души. Вместо сотрудников здесь все делают умные машины. Робот разносит животным корм, щетка-чесалка не только чистит коровам шерсть, но и делает массаж. А весь процесс доения отображается на компьютере. 1,8, вот 1,9 выдавилось. А план на прошлой дойке было 3,8 из этой доли. Что, не выдавилось почему? Нет, она идет, вот процесс идет. Благодаря созданным условиям, надои молока здесь удалось увеличить в 2,5 раза, рассказывает председатель одного из передовых хозяйств региона. Улучшить показатель в Грозовецком районе рассчитывают уже в этом году, когда завершится строительство нового кормоцеха и зерносушилки, производительность которой 500 тонн в сутки. Это будет большой комплекс, где также расположится и зернохранилище для фуража. Вести модернизацию производства, отмечают в хозяйстве, приходится полностью за свой счет. Существующие сушилки, они как морально, так и физически уже устарели. То есть это, будем так говорить, шаг такой, следующий шаг развития нашего предприятия, то есть именно инвестировать средства в сушку и переработку зерна. Опробовать современные технологии планируется в июле, когда начнется уборка зерновых. На сегодняшний день в хозяйствах региона ими засеяно почти 80% планируемых площадей. Погода позволяет вести работы с опережением графика, отметил сегодня первый заместитель губернатора Андрей Луценко, который выехал на сельхозпредприятие и проверил освоение средств, выделенных на пассивную. Количество средств, выделенных в этом году, превышает количество средств прошлого года. В этом году выделено порядка 600 миллионов рублей на пассивную в целом по Вологодской области. Соответственно, деньги есть, средства осваиваются. По удобрениям, пока не все удобрения выбраны, те, которые мы заявляли, которые были подписаны в рамках соглашения с компанией Фосагра. Оставшиеся удобрения, судя по всему, предназначаются именно тем сельхозпроизводителям, которые отказываются покупать их в целях экономии средств. Об этом писали в одном из федеральных изданий. Не исключено, что финансовые трудности некоторых вологодских хозяйств могли послужить причиной для другой проблемы – сокращению пассивных площадей. В числе отстающих – Вологодский, Череповецкий и Шексницкий районы. Что же касается продовольственного зерна, то тут область после десятилетнего провала рассчитывает оказаться в плюсе. В прошлом году было уже реализовано на продовольственной цели 7,5 тысяч тонн продовольственной пшеницы и ржи. В этом году мы ставим перед собой задачу увеличить производство и реализацию продовольственного зерна до 10 тысяч тонн. Мы стимулируем сельхозтоваропроизводителей встроить новые зерносушильные комплексы. Пример сегодня вы посмотрели. В хозяйстве Грязовецкого района занимаются производством фуражного зерна. Однако новый зерносушильный комплекс способен перерабатывать и продовольственную рожь. Подобные установки также имеются в Балагодском и Шексницком муниципальных районах. Лена Шитилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды из Грязовецкого района.